Я приветствую вас, уважаемые телезрители, дорогие керчане. В эфире очередной выпуск телепередачи ваше право. Я рад встрече с вами и возможности поговорить о законности и праве. Наша передача информационно-познавательная, и сегодня я хочу информировать вас о том, что снова ночью, наверное, и так уж повелось, что самые важные и серьезные законы для государства и общества принимаются ночью. Как и Конституция Украины в 1996 году, так и 13 апреля этого года в 4 часа ночи был принят новый УПК, Уголовно-процессуальный кодекс, который вступит в силу с 19 ноября 2012 года. Большинство из вас, наверное, не знает, что это за кодекс такой, именуемый УПК. И дай вам Бог, чтобы вы никогда и не знали, потому как этот кодекс определяет порядок уголовного производства. А если уголовное, значит, было преступление, есть подозреваемый, обвиняемый и потерпевший. Я желаю вам никогда не быть ни тем, ни другим, но знать основы уголовного производства, я полагаю, вы должны, чтобы в случае надобности уметь защищать себя. Помните слова великого Бекона? «Тантум посумус, квантум скумус» – можем столько, сколько знаем. Так вот, исчерпывающий перечень основ уголовного производства предусмотрен статьей 7 УПК. Статья 7 УПК «Содержание и форма уголовного производства должны соответствовать общим основам уголовного производства, к которым относятся верховенство права, законность, равенство перед судом и законами судом, уважение к человеческому достоинству, обеспечение прав на свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность жилища и иного владения лица, тайна общения, невмешательство в частную жизнь, неприкосновенность права собственности, презумпция невиновности и обеспечение доказанности вины, свобода от самоизобличения и права не свидетельствовать против близких родственников и членов семьи, запрет дважды привлекать к уголовной ответственности за одно и то же правонарушение, обеспечение права на защиту, доступ к правосудию и обязательность судебных решений, состязательность сторон и свобода в предоставлении ими суду своих доказательств и в доказывании перед судом их убедительности, непосредственность исследования показаний, вещей и документов, обеспечение права на обжалование процессуальных решений, действий и бездействий, публичность, диспозитивность, гласность и открытость судебного производства и его полное фиксирование техническими средствами, разумность сроков и язык, на котором осуществляется уголовное производство. Вот это исчерпывающий перечень, я зачитал вам статью 7, предусмотренный статьей 7 УПК. Новый УПК содержит много новелл, как положительных, так и отрицательных и совершенно доселе неизвестных нашим правоохранительным органам. В процессе принятия УПК было много разногласий, предложены тысячи поправок к нему, часть приняты, большая часть поправок, причем разумных, на мой взгляд, отклонены и в конечном итоге имеем то, что имеем. Статья 36 УПК предусматривает, что прокурор, осуществляя надзор за соблюдением закона во время проведения досудебного расследования в форме процессуального руководства досудебным расследованием, уполномочен. А какие полномочия возлагает УПК на прокурора, мы спросим у самого прокурора города Александра Борисовича Шигонина. Александр Борисович, можете ли вы сказать о плюсах и минусах нового уголовно-процессуального кодекса? Вопрос так поставлен плюс и минусу, потому что очень много, причем абсолютно разных противоречивых мнений относительно нового УПК, который вступит в действие буквально через 10 дней, 19 ноября. С 19 ноября 2012 года вступит в силу УПК Украины, это очень важный документ для страны. Не зря ученые праведы говорят, что по сути это второй документ по важности после Конституции, потому что этот документ затратит очень много сторон жизни гражданина, влияет на его жизнь. Что нового в УПК с введением этого кодекса? Во-первых, введен институт следственного судьи, введен институт надзора прокурора за оперативно-розыскную деятельность на уровне города-района. Если вы помните, ранее надзор за оперативно-розыскную деятельность осуществлялся прокурором автономной республики Крым. Сейчас эти полномочия переданы городским и районным прокурорам. Введен институт присяжных, отменено такое понятие, как дополнительное расследование, установлен четкий перечень оперативно-розыскных действий, а также порядок их осуществления. Введен институт негласных следственных действий, которые будут проводиться только по тяжким, но особо тяжким преступлениям. На прокурора возможно профессиональное руководство следователем. Помимо этого, введен институт криминальных проступков. Если оцениться конкретней на введенных новых институтах, первое я назвал это «Следственный судья». Значит, проще говоря, чтобы телезрителям было понятно, все действия следователей, прокурора должны получить санкцию в суде, которые могут ограничивать свободы граждан. Помимо этого, отменен институт дополнительного расследования. Это говорит о том, что если в суде не будет доказана вина, не будет такого действия, как раньше, когда дело возначалось на дополнительное расследование, и органы досудебного следствия заново расследовали фактически уголовное дело. Теперь будет постановлен оправдательный приговор, что также повлияет на качественное расследование уголовных дел. Что значит профессиональное руководство следователем? Следователь все свои процессуальные решения будет принимать только с согласия прокурора. Любое следственное действие, направленное на ограничение права свободы граждан, должно быть согласовано с прокурором. Также введен, как я уже говорил, высший институт криминальных проступков. Это те преступления, которые не являются тяжкими, и по которым будет упрощенная процедура, как расследование, так и рассмотрение этих дел в суде. Вот, в принципе, это основные новеллы в ГУПК Украины. Александр Дорисович, скажите, пожалуйста, изменен ли статус или процессуальное положение прокурора? Многие тоже поговорят, что прокурор новому ГУПК сравнивает его процессуальное положение с адвокатом. Бытует мнение о том, что в настоящем УПК, который вступит в силу, как я уже говорил, 19 ноября, правовое положение прокурора будет сравниваться с правовым положением защитника. Однако с этим согласиться нельзя. Да, действительно, в новом УПК четко конкретизирована сторона обвинения и сторона защиты. Как известно, прокурор является стороной обвинения. Действительно, очень много прав добавилось в защите. Она имеет сейчас довольно мощные рычаги в плане защиты подозреваемых и обвиняемых. Но следует отметить, что на прокурора в настоящем УПК возложена функция процессуального руководства и фактически любое следственное действие, в том числе, которое будет выполняться по ходатайству защитника, будет выполняться с согласия прокурора. И в данном Уголовном процессуальном кодексе права прокурора существенно-существенно по сравнению с тем кодексом, который действует в настоящее время, объем полномочий увеличен. Александр Борисович, скажите, пожалуйста, согласно новому УПК, что существенно изменилось в плане добычи доказательств и их впоследствии оценки судом? Вопросом доказательств и доказывания посвящена глава 4 Нового Уголовного процессуального кодекса. В этой главе довольно подробно описаны те требования, которые предъявляются к доказательствам. Значит, понятия остались те же, это относимость и допустимость доказательств. Однако требования к оценке этих доказательств изменились. Если раньше достаточно было представить доказательства в суд, которые были добыты на досудебном следствии, то в настоящее время в Новом Уголовном процессуальном кодексе все эти доказательства подлежат оценке судом. То есть суд должен исследовать их в ходе судебного рассмотрения уголовного дела. Те доказательства, которые не были исследованы при рассмотрении уголовного дела в суде, могут судом не быть приняты во внимание. Поэтому на органы досудебного следствия, на прокурор в том числе, ложится ответственность, как можно более качественно собрать эти доказательства и быть уверенным в том, что в суде эти доказательства будут приняты судом в качестве доказательств, которые могут влечь в основу обвинения лица. Что нового в плане доказательств, по моему мнению? Введем такое понятие, как показания чужих слов. Это новое понятие, которое раньше, можно так сказать, не применялось. Это я объясню, чтобы было понятнее. Это когда лицо дает показания и говорит, что ему известно это с чужих слов. Суд может принять во внимание эти доказательства и они также могут влечь в основу обвинения лица. Но вот в принципе, что касается этого вопроса. Какие новые меры пресечения предусматривает УПК и в каких случаях может быть применен арест? Я полагаю, что нашим телезрителям будет интересно узнать об аресте непосредственно из уст самого прокурора. Новым уголовно-процессуальным кодексом предусмотрено пять мер пресечения. Это личное обязательство, личное поручительство, залог, домашний арест и содержание под стражей. За криминальные проступки предусмотрены только две меры пресечения. Это личное обязательство, не личное поручительство. Значит, содержание под стражей как исключительная мера пресечения применяется только в исключительных случаях. В частности, когда нарушены требования статьи 177. О чем говорит статья 177 УПК? Значит, в соответствии с этой статьей на подозреваемого могут быть возложены обязанности. Не скрываться от органов досудебного следствия. Значит, не влиять на потерпевшего свидетеля, другого подозреваемого. Не принимать мер к уничтожению доказательств его преступной деятельности. Другим способом не препятствовать уголовному производству. И не совершать другие уголовные преступления. Вот эти пять требований, если они не нарушаются подозреваемым, то к нему не может быть применена такая мера пресечения, как содержание под стражей. Ну и в заключении, скажите, что вы можете пожелать и каково вообще ваше мнение об опыта? Что самое главное, по моему мнению, в новом уголовном процессуальном кодексе, это то, что сторона обвинения, то есть прокурор, представляет свои материалы расследования, а сторона защиты, то есть адвокат, свои материалы. Сторона защиты имеет право собирать те же доказательства, что и сторона обвинения. В какой-то степени она ограничена, например, в проведении негласных следственных действий. Однако адвокат может заявить ходатайство, и прокурор обязан его рассмотреть о проведении негласных следственных действий. Это совершенно новое, это, как говорить сейчас языком, это адвокат может требовать от прокурора следствия проведения оперативно-розыскных действий, то есть секретной какой-то операции. У адвоката очень обширные права. И поэтому будет обязательно в суде играет роль, что скажет обвиняемый, он должен быть допрошен и свидетель, потому что, как я уже сказал, у защиты свои материалы, у стороны обвинения свои материалы. Поэтому, чтобы оценить материалы защиты и обвинения, суд должен непосредственно в судебном заседании допросить обвиняемого. Мое личное убеждение, что будет непросто в связи с вступлением в силу нового Уголовного процессуального кодекса Украины, не просто, в первую очередь, правогранительным органам и суду, все-таки поменять свои привычные уже подходы к работе, не так оно легко. Но я убежден, что новый Уголовно-процессуальный кодекс, он очень много полезного пронесет в жизнь общества. Бесспорно, наше Уголовно-процессуальное законодательство нужно было изменить. Весьма положительным, на мой взгляд, новому ПК является введение суда присяжных, отмены Института дополнительного расследования. Суд должен сказать, виновен или невиновен подсудимый, а не возвращать дело для дополнительного расследования. Сокращение сроков досудебного и судебного производства. Более взвешенного подхода при избрании такой меры пресечения, как арест. Кроме того, УПК вводит понятие следственного суди, о котором мы будем говорить с вами в следующей передаче. К сожалению, эфирное время истекло. С вами была передача «Ваше право» и я, Иван Патраш. Будьте, пожалуйста, здоровы и законопослушны. Удачи вам, дорогие друзья, во всех ваших делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok